Шансы Екатеринбурга на победу в борьбе за проведение Экспо-2020 выросли. Власти Южной Кореи, где месяц назад завершилась международная выставка, поделились секретом успеха со свердловчанами. О том, какие усилия пришлось приложить жителям Южной Кореи, чтобы выиграть в сложнейшей борьбе, и как опыт азиатской страны может пригодиться Екатеринбургу, ответы на эти вопросы в специальном проекте ОТВ из города Йосо. Долгожданная новость, пришедшая из Франции, вмиг сплотила жителей южнокорейского городка. 300 тысяч человек вышли на улицы со свечами в ладошках, когда узнали, что всемирная выставка Экспо-2012 пройдет на их родине. Эти кадры уже стали историей. С тех пор 3D-модели будущих павильонов стали обретать реальные черты. Городок Экспо в короткие сроки вырос на побережье Желтого моря. В течение трехлетних месяцев в нем только и говорили, что о живом океане и побережье. Выставка в Йосо была посвящена морю. Специально для этого в городе построили трехэтажный аквапарк. Он стал вторым по величине в Корее и самым популярным экспонатом у посетителей выставки. Благодаря двум белугам, по случаю подаренными России, о нашей стране здесь тоже много говорили. Между тем кардинально изменился не только берег, но и сам некогда небольшой рыбацкий городок Йосо. Мэр теперь носит исключительно голубой пиджак в цвет выставки, а люди бесплатно пользуются созданной инфраструктурой и больше не теряют времени в пробках. Мы построили систему регулирования дорожного движения. В течение минуты успеваем изменить время работы светофоров, и заторы исчезают. Система видеонаблюдения, транспортная и гостиничная инфраструктура – это то, что останется в Йосоу навсегда. Благодаря выставке в городе появились пятизвездочные отели. В этом номере гостили президенты европейских и азиатских стран, а также князь Монако. Отдельные апартаменты приготовили и для охраны вип-персон. Особенность этого номера, что он соединен с еще одним номером, где обычно живут телохранители, останавливаются, телохранители, секретари, которые приезжают с теми людьми. И вот это их место, где они всегда сидят, ожидают – это их спальня. Проведение всемирной выставки стало настоящей революцией для Йосоу. Экономическую отдачу здесь измеряют в миллиардах, но главное считают корейцы. На карте мира теперь зажглась еще одна яркая точка. Неизвестный когда-то рыбацкий поселок стал одной из столиц Экспо. На весь мир прославиться сможет и Екатеринбург, если выиграет право на проведение международной выставки Экспо в 2020 году.